Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня отзыв и обзор на книгу Сергея Лукьяненко «Чистовик». Обзор и отзыв на «Черновик» вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в подсказках. Книга «Чистовик» отличается тем, что ее невозможно было скачать и прочитать в интернете бесплатно. Это был такой своеобразный маркетинговый ход от Лукьяненко, когда он «Черновик» выложил полностью в интернете от начала до конца бесплатно, а когда вышел «Чистовик», то все бесплатные версии, так сказать, пиратские версии, они все удалялись и вымарывались нещадно, чтобы продать как можно больше экземпляров книги «Чистовик». «Чистовик» вышел намного слабее «Черновика». Если в «Черновике» есть завязка, есть интрига, есть действие, есть какая-то тайна, то «Чистовик» откровенно слаб. И «Метание по мирам», разговоры с Котией, куратором Земли, это потом попытка решить вопрос с Арканом какой-то. Ну, в общем, книга невнятная, непонятная, и под конец уже где-то вторая половина дочитывается просто для того, чтобы просто дочитать. И не углубляясь в сюжет, какие еще впечатления? Такое ощущение, что Лукьяненко вначале написал большой роман, а потом разделил его на две книги. И одну он отдал бесплатно в виде экспериментов «Читайте все, кто хочет», а вторую опубликовал и не давал читать никому, только тем, кто купит книгу. Я не знаю, какие результаты по изданию и по продажам. Я не знаю, что это ему принесло. И откровенно слабый для меня «Чистовик», который я дочитал только лишь для того, чтобы узнать, чем закончится история Кирилла. И меня это, скажем так, не устроила, такая концовка, которая предлагается авторам. Можно было найти более сильные концовки, можно было по-другому повернуть сюжет, можно было развернуть это с большей силой, с большими тайнами, с большим интересом для читателя. Но, к сожалению, автор пошел по пути, видимо, наименьшего сопротивления, чтобы не тратить слова, не тратить время, не тратить силы на то, чтобы придумать какие-то другие сюжеты. Да, в начале книги идет какая-то еще, продолжается какая-то закрутка повествования, но потом это все скатывается к тому, что автор пытается завершить книгу хотя бы как-то. Поставить точку, чтобы потом никто из читателей не просил продолжения. Возможно, опыт с дозорами ему подсказал именно такой вариант решения этой книги, потому что, начав писать «Ночной дозор», потом требовалось написать про «Дневной дозор», потом написать про «Сумеречный дозор», потом какие-то другие дозоры и так далее. И он настолько углубился в эту сагу, что потом сам не знал, как от этого избавиться. А потом на базе этих дозоров появились еще и ответвления, которые писали другие авторы. То есть уже получается, дозоры – это не сага, а франшиза. Поэтому, если «Черновик» – это добротная такая фантастика, которая интересна читать и интересно следить за судьбой героя, то «Чистовик» совершенно проигрывает «Черновику» в этом качестве. И если сравнивать «Черновик» и «Чистовиков», как это любят делать в книжных обзорах и отзывах, то «Черновику» можно поставить где-то 7-7,5 баллов, а «Чистовику» где-нибудь 4,5-5 баллов. Спасибо за внимание. Это был книжный отзыв. Подписывайтесь. Если желаете получать уведомления, ставьте колокольчик, делитесь видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.